привет это ведьмак 3 каменные сердца и первым делом я хочу постричь где тут только вход а то после ладно после последней вечеринки у него такая убогая прическа че сменить прическу посмотрим на это если стоит денег нет это как-то у бога конский хвост погоди опять это что нет пусть второе будет опять столько денег этом парикмахер отдал так борода начнем с 5 можно было посмотреть до этого как это все выглядит нет определенный нет у меня как-то все у бога пусть будет так прическу то я не поменял а нормальный ладно она мне не нравится длинные волосы вот пока все вот теперь самое то еще сделал броню на ее может надеть лишь с 38 уровня мне 37 и меч гарпия с большим уроном с большим уроном а пока я буду ходить в доспехах рыцарей пылающей розы и перчатки вроде их да ладно надо сообщить ольгерду о выполненном задании вот это выполнение задания вот это выполнение задания надо знак найти переместиться а то я буду долго бежать где ближайший переход и дождь идет лук попрошу ладно отвали товары мне свои покажи ничего тут болтать за копейки вообще мне это все продаю там водяки 370 за 372 покупает и что у меня вообще по деньгам 14000 ладно спрячь так поближе к нему он теперь в городе живет хотя его дом сгорел но все равно он мог построить там новый и потом надо будет идти и отрабатывать дом для него я не буду его покупать хотя если других вариантов нет то придется покупать но не больно ты богат что они удовлетворяют развлекаются большие детки у тебя то есть дети герой нет ах да я и забыл что ведьмаки бесплодны но не смотри так на меня лучше скажи что тебя привело привет тебе от витальда ты с ним говори я тебе не верю я не только встречался с ним но и выполнил твое желание интересно что он хочет тебе сказать я исполнил твое желание твой брат целый день разлетелся как в старые времена сказать каждый мод о чем ты докажешь у меня письмо есть я надеюсь он вслух будет читать почерк виток без сомнений ну читай ты отлично справился это все или у тебя есть что-то еще теперь я собираюсь заняться домом Барсоли ну желаю удачи где мы драгоценный опыт теперь я постоянно чиню свое оружие приветствую ладно ладно покажите да он и бомж еще к тому же почему так дорого а это за все может есть смысл все починить хотя это я чинить не буду теперь у него есть немного денег может штаны купить или сделать что-нибудь где штанишки но уровень ремесленника слишком низок лавка теперь покупаем мне барахло все ну почему он такой бедный ну почему он такой бедный то будь здоров бомж с 39 супер хорошие штанишки сделал пока я прокачаю себе эти 39 я найду себе что-нибудь получше уже что-нибудь ой ну этот дом он себе хочет это аукционный дом барсоди ночняк рядовой кляйнер вы на службе разговоры с гражданскими неуместны цель вашего визита я хочу войти внутрь допустим единоличный владелец достопочтенный хор барсоди он здесь я к нему по делу приказ 76 цвх внутрь допускаются только участники аукциона с именными приглашениями может как нибудь договоримся сомневаюсь согласно приказу 76 цвх к праву ватславу вожжа под хост попало кляйнер вы помните что нарушение субординации наказуемо того я вижу геральт ведьмак из римы дым вивальте банкирос откуда же ты есть то да не важно генгеральт в чем дело капрал ватслав вы перечите геральту господин бивальди ваш досточтивый друг не имеет приглашения на аукцион а а я имею проходите геральт будьте моим спутником ну лучше бы он со мной договорился разы я что жалобу сержанту подать а а то и бать закрыть я бы им хотя бы денег отсыпал тихо на обход шагом левой 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 спасибо за помощь да ладно чего только не сделаешь для старых приятно иметь с тобой дело и жена моя покойная так бывает и народ уже собирается на аукцион пойдемте наверх и на самом деле мне нужно поговорить с хорстом барсон а вот с этим может быть проблема почему потому что нелюдим он страшный не то что его отец упокоен или теле его душ но хорст обычно выходит гостям на минутку я вас ему представлю буду очень обязан ерунда обязывает только векселя да ипотека хе-хе-хе ну добро пойдемте наверх белое солнце стирл на мусор инкрустирован афтера почему бы вам в самом деле не купить дом хе-хе могу строить очень привлекательный кредит кредит не бывает привлекательный хм гляжу есть время выпить до аукциона не это же банкет ну и что ненавижу банкеты все это болтовня ни о чем крохотные поцы скверная выпивка ну не все так плохо вот увидите зато представлю вас паре интересных знакомых мне это не интересно это это графиня вас точно найдется тема для разговора а вон там в углу гилберт говоришь поднялся на игре и и и и и и и и нах все пойдем поговорим с кем-нибудь и торчать у и 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 Я не хочу с ним играть. Ладно, ты видишь меня насквозь. Ха, я так и знал. Спорю, ты не из тех, кто согласится на ничью. Скажу тебе по секрету, Билдер, что Геральт игрок отменный. Отменный. А, аукцион начинать ещё не думаю. Нет, нет, даже не мечтай, игроман. В другой раз. Прости, может, в другой раз. А, как знаешь. Пойду хоть поем. Вот те чёрные шарики не ешьте. Странные они какие-то. Эх, поблезгивать икрой коверской белуги. Воистину бисер перед свиними. Идёмте, Геральт, поговорим ещё с кем-нибудь. Со старушкой. Может, она нам даст нет денег на дом. Можете представить вам моего друга, Геральта из Лидии. Ведьмака из школы Голота. Простите, разве мы когда-то уже... Нет, я узнала вашу школу по медальонам. Слово, Геральт. Графиня Миньоль – известный коллекционер ведьминали. Ведьминали? Что это? Всяком рода предметы, связанные с ведьмачьим ремеслом. Ничьи, сваряжение, медальон. Подорговаться? А чего же у вас, госпожа? Приятно. Это, как ли, в старинной классике. Боюсь. Но прочь... Чё? Чё она у меня просила? Ты, как всегда, Лин. Ни за что не упустишь. Так. Дано дешевле всё покупать, там у неё чертежи есть. Доспех. Сапоги. Как-то дорого. Да. Все деньги на это спускать. Эх. Да. Кто же бомж? Я бомж. А голову она не покупает? Почему так тешево? Четыре. Тридцать пять. Семьдесят один. Графиня. Вы уже что-то присмотрели на этом аукционе? Нет, но Хорс Барсо деплялся, что выставит на торги то, что меня заинтересует. А подробностей он не выдал? Нет. Вы же знаете, какой он. Ходячая тайна. Давайте сменим тебя. Посударь ведьмака, не окажите ли вы Дане одну услугу? Это зависит от услуги. О, это мелочь. Я только что была на балконе и обронила там Сережу. Думаю, она где-то между досками. У меня не смогла его идти. Может быть, вы с вашими кошачьими глазами? Офигела. Сначала ограбила меня. Не беспокойтесь, сейчас. Буду вам учить. Сейчас вернусь. Пока ты украшеный не в сад. Да, точно. Когда еще распродавали имущество какой-то семьи... Больше ничего взять не могу. Эрвект. Эберт. Ты не ваш. Лучше скажи... Разлитое вино. Ничего больше. Она врала нам. Тут ведь нет никакой Сережки, правда? Тогда прошу, графиня, объясните, в чем дело. Только без шуток. Прошу простить. Я... Бой, я как это неловко. Он умер. Боюсь вас огорчить. Прошу, скажите, он умер как ведьмак? Нет. Он умер как герой. Вот так ну как. Спасибо за то, что вы благородно терпели выжившую из ума старую. Не говорите так. Я старая и богатая. Могу говорить, что хочу. А сейчас... Прошу. Оставьте меня одну. И я вернусь на аукцию. Раз она так богата, то могла бы и на халяву отдать мне эти чертежи. Это офигело. Я бы мог их просто перерисовать себе. Так, еще один знакомый. Ты мне отъявил себя банкмаком. Иван. Яроми. Не уберешь мне имуничку. Хм. Здравствуй, Иван. А это кто? Яраль безрели, ведьма. Что думаешь о картинах, которые сегодня продаются? А, все вынюхиваешь, на чем бы заработать? Чья бы корова мычала? Ты же сам картинами торгуешь. Хе-хе-хе, друсло. Верно. Но я наслаждаюсь им. А ты не отличаешь от ценных бумаг. Из всех искусств тебе понятно разве что кулинария. А что же ты, ведьма? Ты что-нибудь знаешь о живописи? Кое-что понимаю. Да, кое-что знаю. Хоть в это и трудно поверить, глядя на мой непритязательный облик. Неужели? Что ж, увидим. Все. Ты знал, что наш приятель Вивальди владеет пятью полотнами Вандерхуя? Но он не отличит их от картинок по пять крон за штуку. Я и спорить не стану. Так скажи мне, ведьма-ценитель, какое из этих полотен создано Эдвардом Вандерхуием, мастером из Морибора? Это ведь не составит для тебя труда. А, а я сам должен выбирать. Портрет купца, панорама Новиграда, Натюрморт. Натюрморт. Пусть будет. Этот Натюрморт? Разумеется, нет. Это полотно Вандейта. Мазки, игра красок. Видно за сто лит. Всего доброго. Какой пижон. Хрен с ним. Типичный аристократ. Я давно привык. Уважаемые дамы и господа, аукцион вот-вот начнется. Прошу занимать места. О, наконец-то. Идите вперед, иначе ничего не будет. Где места-то? Стоять будем? Кто-то стулья притащил. Слушай, Вим, а как вообще будет проходить этот аукцион? Сначала продадут или нет, три лота, а потом перерыв. Может быть, тогда и появится Хорст Барсоди, и я вас друг к другу представлю. Хорошо, Вим. Кстати, как там ваши финансы? Будете делать ставки? Какие ставки, блин? Если только дашь мне взаймы пару сотен. Разве что ты одолжишь мне пару сотен. Ну, разумеется. Че? Всего по одной кроне комиссии на каждые 10. Вот, здесь хватит, чтобы немного разберечься. Удачная хода. Я-то просто так сказал. Досточтимые гости. Рад приветствовать вас. Начнем торги. Уважаемые господа, лот номер один латунная статуэтка из коллекции овеянного дурной славой графа Рамиллы. По слухам, внутри нее скрыто сокровище. В чем, однако, можно удостовериться, лишь уничтожив эту прекрасную вещицу. Начальная цена всего 50 крон. Кто больше? Его милость, Гилберт, 100. Графиня Миньоль, 150. Кажется, я слышу 200. Господа, кто даст 200? А толку мне? Она пустая. Ну, блин, ладно, делаем. 200. Его милость с белыми волосами. Будет ли 250? 200 раз, 202, 200. Да, графиня Миньоль дает 250. Кто даст 300? Ах, делаем. Да, у нас есть 300 раз. Кто-нибудь даст больше? И два. Кто больше? И 303. Лот номер один. Таинственная латунная фигурка уходит сударю с белыми волосами. А теперь лот номер два. Картина молодого Новиградского. Вот это мне не надо. Вот это мне не надо. Очаровательно. Начнем торг с 20 крон. А, хотя если 20? Кто же даст 20 крон? Я дам 20. О, сударь с кошачьими глазами дает 20. Кто больше? 20 раз, 22, 23. Продано. Картина уходит сударю с кошачьими глазами. Все думают, что я богач. Все такое. Дамы и господа, переходим к лоту номер 3. Очки. Очки. Очки в золотой оправе с линзами из горного хрусталя, любовно обработанные маленькими ручками гномьих мастеров. Некоторые принадлежали знаменитому наемному убийце профессору. Начнем с 200 крон. Ваши ставки. Мастер Гвинта Гилберт дает 250. Кто больше? О, прекрасно. Вальдемар Иванович Сайцев дает 300. 300 раз, 302. Ну ладно. Потом заработаю как-нибудь на убийство. Сударю с белыми волосами дает 350. То рискнет перебить столь щедрое предложение. Буду всех лутать. 350 раз. Продано сударю с белыми волосами. Бесценные очки. Пусть они вам верно служат. Какой волнующий аукцион. Первые три лота пройдены. Объявляю небольшой перерыв, после чего мы продолжим. Весь хлам скупил. О, Гераль, смотрите. Хорс Барсоди. Идемте, пока его никто не заболтал. Но теплого приема не ждите. Привет, хорст. Познакомься с моим добрым другом Геральтом из Ривии, который явился незваным. Но вы выиграли от моего присутствия. Мое присутствие принесло вам порядочный крон. В отличие от Вивальди, репутация для меня важнее заработка. Мой аукционный дом это прежде всего место встреч элиты. И определенно мутанту-бродяге в нем не место. Думается мне, господа, вы не с того начали. Может, если мы вместе поднимем тот зарп... Что тебе от меня нужно? Я должен взять дом. Верно. Хватит дипломатик. Видишь ли, я должен взять дом Максимилиана Барсоди, что бы это ни значило. Что? Откуда ты о нем знаешь? Господа, сохраняйте хладнокровие. Нет нужды повышать голос. Откуда ты о нем знаешь? Отвечай. Ого. Ну-ка, откуда? Ладно, скажем. Толь Гердафон Эверик. Знакомое имя? Да. Стража, вывезти ведьмака или не впускать, даже если явится под ручкой с иерарком Эминфартом. Не надо было говорить. О праве не сказать, это был просто невинный вопрос. Еще хоть слово и мои счета перейдут к твоим конкурентам. Друг, мне жаль, но... Не стоит упруждать стражников хвост. Я выйду сам. Не припомню, чтобы давал тебе право выбора стража на улице его. Да я их сейчас перемочу. Да, давай, жги их. За чего? Взрывай. Колдуй. Убивай. Ну, чё ж они борзые. Неправда, место встречи элиты. Чудно. Хорошей разминке я всегда рад. Мать твою за добро! На, тебя, по щам-то. Ой, ну его. Чего убегать еще? Урода, а? Кабину ему снесу. Кабину ему снесу. Закон предписывает вызвать к раненому лекаря. Но не говорит, как быстро. Так что придется потерпеть. Хоть с мечом, хоть просто так изуродует ведьмак. Да? Так оно говорится. Мне нынче не до народных мудростей. Ты еще кто? Если пойдет как надо, я твой союзник. И зачем ты мне нужен? Взять дом Максимилиана Барсона. В одиночку. Ты к нему даже близко не подберешься. Откуда ты знаешь, что я ищу этот дом? Откуда ты знаешь, что мне нужен дом? Я был на аукцию. Инкоп. Ваш скандал нельзя было услышать. Тогда к делу, если можно. Чтобы заполучить этот дом, нужно попасть в сокровищницу Хорста. А добро он тебя не пустит. А лед? Это плохая идея. У тебя найдется получше. Отыщи правника под Оксинпуртом. Спросил у него вытяжку из кровавника. Он поймет, зачем ты пришел. Если втянешь меня в какой-нибудь... Увидимся. Надеюсь. Это еще стоял, пялился. Неко не видно. Взяли, выкинули меня. Где мои вещи? Предмет, необходимый для задания. За сколько я купил? Может, я могу подороже продать? Что там еще? Очки. Где мои очки, а? Да, уж так сидел уж лучше с ушами. Или в маске. Сохраняй. Так, надо к травнику уйти. Назвать пароль. Могли получше пароль придумать. Какой-нибудь крутой. Ну, этот тоже подойдет. Может, здесь какая-то на плотве. Хотя не так уж много осталось. Сто метров. До какого-то травника. Ну, ле-е-е. Ну, застряпай. Оп. Ничего, это вам здесь надо. Иди, иди сюда. Фига, он не откинул. Умри от кровотечения. Разрубил. Дикаря, а? Давай, бей. Нет, не сейчас. Что? Траться раскателось. Не погибай. Рубашка. Неплохо получилось. Это все? Я тебе вообще-то жизнь спасу. Мы бы быстро разделались с этой толпой. Мы? Ну что, ты да я. Это разве не мы? Ты же меня понял. Вообще, ты торговать пришел или как? Нет ли вытяжки из кровавлика? Есть. Кладовки она. Прошу за мной. Надо помедитировать. Так, спускаемся. И сейчас он закрывает. Этот подвал. Сжигает дом. Ты пришел, славный. Не спеши радоваться. Ты хотел что-то мне сказать. Слушаю. Итак, нам по пути. Нам обоим нужно кое-что из сокровищницы Хорста. Я предлагаю объединить силы. Извиняюсь. А в чем твоя сила? У меня есть план. Я работал над ним на бумаге целый год. Пора притворить его в жизнь. Ты со мной? Он ко мне вообще серьезно относится с этой маской? Я не вор. Я не вор. Вором становится по воле случая, мак. Зная по собственному опыту. А, не слагай. Аукционный дом круглосуточно охраняет 20 рязанской сады. Вокруг него ходит патруль, а вот здесь казан. Силой не войти. Надо по-тихому. Да, только на окнах решетки из двумели. А входные двери бронированы. Но у каждой крепости есть слабая место. И у этой тоже. А мое слабое место терпение. Так что изволь продолжать без драматических пауз. На чердак аукционного дома можно попасть в состоящую рядом башню. С улицы нам в нее не замечено и не войти. Однако на высоте 60 стоп есть окно. Без решетка. Без стапель. Надо туда забраться и потихоньку пройти в аукционный. Затем по лестнице вниз, в подвал. Так или иначе откроем сокровищницу. Блайку. А что-то я не в восторге. В этой башне стены гладкие, как стекло. Не знаю, как ты, а я точно не смогу понять. Об этом я тебя и не прошу. Дослушай. Нам нужны еще два. Тот, кто проберется в башню и спустит нам берегу. И тот, кто откроет нам сокровищницу, не ближайки и потребуется. У меня уже есть кое-кто на принятии. Я бы хотел, чтобы ты выбрал лучших из них и завербовал. Сам я предпочел бы не светиться в местности. Ага. Я по капюшону сразу догадался. Что-нибудь еще? Да, но это уже детали. Ты узнаешь, как только согласишься участвовать. Будь по-твоему. Выбор у меня не богат. Ладно, я в деле. Но при одном условии. Никто не должен погибнуть. Ясно? Акниль в Гаарбское солнце. Что скажешь насчет рюмочки за плодотворное сокровищество? Скажу, что лучше бы нам взяться за дело. Итак, собери команду, а потом надо будет проведить середонский патруль. Многовато здесь крутится. Нас могут заметить. Расскажи мне о взломщиках. Кто может открывать... Открыть нам сокровищницу. Что значит... Что значит проведить патрули? Я же сказал, не стану убивать невинных. Успокойся. Мне их смерть не нужна. Только временная медиа способность. Выясни. Гарнизонный повар может подсыпать отважным воинам в виду что-нибудь, что уложит их в постель. Скажем, каждого второго. Нам ведь не нужно возбуждать подозрения. Я знаю рецепт подходящего эликсира. Вот видишь. Свари это землю, сходи в город, разведай, где искать патруль. А потом убеди его сотрудничества. Чарами, тюнгами. Или кулаками. Расскажи о взломщиках. Расскажи мне о взломщиках. Я так понимаю, они не должны бояться высоты. Потому моя кандидатура Эвелина Гаупа. Циркачка. Ее еще называют Ласточкой. Она гимнастка и канатокосец. И ее труппа выступает сейчас где-то под эксимпопом. Очаровательная. А взлом? Официально, конечно, нет. Маршрут ее труппы идеально совпадает с местами самых громких краж последних. Совпадение? Нет. Если она не подойдет, есть еще Буга Хоу. Известный как МОК. Изумши. Серьезно? Эта щекастая мордашка как-то не вяжется с криминалом. Ты не поверишь. У Буга на щиту краж больше, чем у тебя чудовища. К примеру, он украл золотого петушка с крыши Невеградской ракушки. Так что лазать по стенам он тоже не делал. Насколько я знаю, он лег на дно где-то в Уксенфурте, в доме около Новиградских лазов. Учти. Говорят, этот парень не очень. Кто может открыть нам сокровищницу? Итак, кто откроет нам сокровищницу? Что ж, один из них в Красноле. Начнем с него. Это Казимир Басси из Махатавы. Спец, понаправленный на взрыв. Говорят, что с щепоткой селитра он поднял бы на воздух весь Новиград. Так что наше дело для него пусто. Проблема в том, что Казимир, можно сказать, в отставку. Желился, накладил детей и осел в деревушке Альрис. Может быть, он и не принял по урожаю. Есть варианты? Нет. Лучше не движать на северах. Объявлен в розыск Каидреве, Литре, Англии и Козыре. Посмотрим, что я слышал. Ты его поймал некий Ганс из Северси. Кандатья. Я его знаю. Убил для него Архигрифон. Товарищу. Ганс или Грифон. Ха, оба. Хм, то есть одного надо вырвать из семейного гнезда, а другого из клетки. Посмотрим. Хорошо, мне пора. Ладно, пора заняться делом. Мне тоже. Встретимся здесь, когда ты совсем упранишься. И что тогда? И тогда мы наконец-то доберемся до Хорстовой задницы. Так, отправиться в лагерь наемников или уговорить Казимира. У них надо будет всех пригласить в нашу банду. Или выбирать придется. Так. Ладно, проходить дальше будем в следующей серии. Пока.